Девушки отдыхают Но после последнего потопа местные улицы стали непроездными Разрушены мосты, повреждены дома Эта вода унесла всю мою жизнь, всю Просто страшно Пока на одних сползают глиняные склоны, а других подтапливает река Рядом качают нефть и газ на миллионы долларов Но богатый ресурсами край, богаче финансово, не становится Вопросы, правда, философские Философские вопросы тут на каждом шагу Почему люди продолжают жить в долинах горных рек А местные чиновники не спешат укреплять берега Да и устранять последствия очередного паводка Бросили село, 10 дней только я Своими силами работаю, все, все И хотя в областном центре уже подсчитали сумму убытков А это почти 15 миллионов долларов Цифра в любой момент может удвоиться Еще полторы недели назад здесь могли проезжать машины Но река вернула себе старое русло И теперь здесь вместо дороги бурные потоки Сегодня вода снова стала мутной Значит, где-то в горах сильный дождь Ждать для новой разрушительной волны Не всегда под силу спрогнозировать даже синоптиком Из-за чего очередное карпатское бедствие осталось каким-то незамеченным Почему экстренные службы, да и чиновники здесь реагируют так медленно И каково это жить в постоянном ожидании большой воды Сочно-зеленые долины вдоль извилистых рек А вдали виднеется горный хребет Живописная природа Прикарпатия безобидная только на первый взгляд Этот ураган развивался будто по классическому киносценарию Вот сквозь тучи еще проглядывает солнце и виднеется радуга А штормовое предупреждение синоптиков мало кто принимает всерьез Подумаешь, очередной дождь в горах А вот уже внезапное развитие и разрушительная кульминация Все как в голливудском блокбастере про библейский потоп Только не понарошку Под удар большой воды попадают сразу два десятка горных сел в украинских Карпатах В Ивано-Франковской области подец спасателей в деревне Бабча невозможен Автор видео сначала подбирает новое определение тому, что раньше называлось дорогой Это Ниагарский водопад Позднее решает, как переплыть то, что раньше называли улицей Ведь на том берегу могут рассчитывать на помощь По селу уже поползли слухи о погибших Куда лодка? Глянь на течение Кадры, похожие на иллюстрацию к фильму катастрофе Уже через считанные минуты оказываются в интернете Вот камера наблюдения безразлично фиксирует Как вслед за ливнем сыплет ледяной град И как быстро мутная вода заполняет хозяйский двор Водитель УАЗика нервно перегоняет машину из стороны в сторону Не понимая, на каком уровне остановится разлившаяся горная река Еще лупит, видишь? Настя, подожди Испуганные голоса за кадром – это Мария и ее дочь Настя Ближайшую неделю ночевать им придется, где приютят добрые люди После потопа дом нужно подлатать, а мебель просушить Таких историй с туманными перспективами тут десятки Нужно куда-то в другую сторону идти, тут негде строить свое будущее Убегать? Говорю, забирать сначала ребенка Град лупят, нам звонят, говорят, с МЧС едут и до вас добраться не могут Пока Мария спасала дочь, ее отец в соседнем доме почти потерял надежду, что переживет этот потоп Стихия показалась Василию страшнее недавно пережитого инсульта Впервые некогда крепкий военный ощутил себя беспомощным Очень страшно, хлопцы, я все прошел, 34 года военным был Страх страшный, из воды меня выхватили, а так бы Однако всплакнуть в селе успели, по соседу дяди Коли Молва о том, что он погиб, разлетелась мгновенно Он же все это время держался за вентиляционную трубу на крыше погреба И молился Вот так держался, вода аж сюда доходила Вставал и махал людям Такая вот божья кара была у нас Божьей карой для многих соседей стала гибель животных В нескольких дворах утонули собаки и свойская птица Супруга Николая, тетя Дуня показывает чудом уцелевшую корову Разорвала ногу и так и стоит в столе бедная Не знаю, как она ноги не сломала И радуется, что ее любимый мужчина нашелся целым и невредимым Без него жизнь потеряла бы смысл Могу обнять и поцеловать Хорошо, что жив остался Если бы вода забрала, то и меня пусть бы забрала На другом конце полуразрушенной улицы, которая превратилась в русло реки В семье Максимлюков только сейчас как-то осознали Что все вместе могли быть погребены заживо Спасибо, дом оказался крепче сорвавшегося вниз склона Это все глина, следы остались вот так Хорошо, что это все днем случилось А если бы ночью? К этому моменту украинские спасатели подтвердили гибель вследствие паводка троих жителей Карпат Десятки пострадавших с разными травмами попали в больницы Вот и Мария, своего отца Василия, после пережитого инсульта и стресса, отправляет подлечиться А тем временем планирует наводить порядок в доме и вокруг него Настя, не плачь Вот грузовик привез щебень А вот тракторист восстанавливает дорогу Председатель фиксирует все работы на камеру специально для чиновников из райцентра От которых ждет финансовой помощи И для некоторых жителей села, которые считают, что глава работает не очень хорошо Есть люди, которые засели в фейсбуке и что-то рассказывают Если ты мужик, то не занимайся бабскими сплетнями Возле дома дорога разбита Он сидит и нажимает на кнопочки и рассказывает, что председатель должен прийти и все ему починить Голова мае прийти ему зробити Игорь Васильевич отправляется проведать пострадавших односельчан А заодно показать нам масштаб разрушений в бабчим Кругом была вода, тут была дорога, уже нет дороги Три размытые рекой улицы, 18 снесенных мостов, 78 пострадавших домов и сараев Сухие цифры, за которыми кроются личные трагедии Гляньте, все уничтожено, вода унесла всю мою жизнь, все мокрое, так и спим Как спят, да и вообще, как выживают, охотно показывают не только тетя Дуня, но и ее соседи А теперь гляньте, что тут Силы здоровья нет убирать Баба Аня еле сдерживает слезы Свою хату она успела застраховать, но вот компенсацию все равно не получит Договор не успел вступить в силу Ирония судьбы Такое невезение со страховкой настигла женщину второй раз Тогда мы не попали, не прошли, а теперь не попали, так как в силу не вступила Если насмехается судьба, может и самим стоит посмеяться Соседка бабы Аня Евдокия Васильевна, хоть и сама серьезно пострадала от паводка, но местами как-то анекдотически Три пары ботинок вода унесла и все по одному, а по одному ботинку мне оставила Вы можете представить себе такое чудо? Глава села Игорь Васильевич подсчитал убытки и получилась неподъемная для местного бюджета сумма Около 20 миллионов гривен, это почти миллион долларов Вся надежда на финансирование из области или даже из Киева Чтобы восстановить улицы и берега, нужна тяжелая техника Пока же местные жители наводят порядок своими руками Кто-то чистит русло реки Семья Максимлюков ремонтирует пол в летней кухне Так вот, с одного на другое место таскаем Мария сушит мебель и моет углы Но справляться на хозяйстве без мужа, который уехал на заработки, ей тяжело Не знаю, может дальше стоять Не знаю, что со всем этим делать, так старались, чтобы жить было где У нас мужчины вынуждены ехать в Россию В России местные мужчины, как правило, работают в нефтедобыче Мария звонит супругу в Сибирь, чтобы сообщить, что дома в Карпатах дожди не прекращаются А маленькой дочке Насте без папы страшно Мам, можно зонтик? Не берет У нас так много кто Дети так рождаются, а мужа рядом нет С ребенком это все физически и морально очень тяжело И хотя местные мужчины часто отправляются на заработки в нефтегазовые регионы России Своих залежей этих самых нефти и газа в Карпатах довольно много Вот за горой, в 8 километрах от села Бабче, горит вечный огонь Так местные прозвали эту плохо законсервированную скважину Действующих же качалок, только вокруг Бабчева, около 40 Как ее называют? Румынкой Так повелось, что к добытчикам за помощью обращаются главы окрестных сел А местные жители даже перекрывают дороги, требуя их ремонта Однако глава местного нефтегазового управления Олег с яркой фамилией Мальчик Не считает, что компания, в которой он работает, обязана устранять последствия паводков За годы 4 месяца государству заплатили 200 миллионов гривен ренты В области осталось 10 миллионов Можно пару миллионов выделить на дороге Все, что мы обязаны делать, записано в налоговом кодексе Все, что не должны, в уголовном Все остальное – добрая воля По этой самой доброй воле, уверяет Олег Васильевич, добытчики восстановили в окрестностях два моста и расчистили несколько улиц Однако реки в горной местности разливаются часто И этот вопрос, наверное, стоило бы как-то решить на самом высоком уровне По сути, государство оставило нас один на один с местными органами самоуправления, у которых просто нет средств, чтобы сделать хоть что-то Все понимают, что техника есть у нас, потому что мы обязаны иметь технику Прикарпатия страдает от большой воды ежегодно Последний раз укрепить берега, восстановить мосты и дороги в этих местах пытались 11 лет назад, в 2008-м Они оценили почти в миллиард долларов и даже что-то из бюджета выделили Однако десятки переправ и трасс не восстановлены до сих пор Поводок разрушил мост на дороге За 10 лет абсолютно ничего не сделано Глава села Бабчи показывает местный долгострой По документам этот мост готов на 80% По факту же его роль выполняет эта засыпанная грунтом труба Тот случай, когда, кажется, и правда, деньги спустили в трубу Вода тут не помещается и кругом разливается Как раз вода, что не поместилась в эту трубу, превратила соседнюю трассу в водопад А уже водопад превратил дорогу в новую головную боль главы села Видим последствия стихии Привязательно вот так было воды Валило, как водопад Еще один потоп и смоет асфальт Однако, если бы после паводка в 2008 году не укрепили берега рек И не отселили несколько семей с опасных участков Разрушений в этот раз могло бы быть гораздо больше Глава семьи Наливайчук Сергей ведет нас к своему старому дому Который в 2008 вместе со склоном стал сползать в долину реки Вот и сейчас мужчина наступает на новые разломы Выходит, отселили не зря Это еще с 2008-го? Нет, сейчас, это новое Не было такого, тут было ровнее Повалило, разрушило, что тут поделаешь Дом, хотя и старый, и небольшой Но вызывает теплые воспоминания О первых годах жизни с любимой супругой Тут кухня такая была, тайпичная Тут кухня была, печь Да, тут было хорошо Смотрите, и пастбище близко Выгнал коровку или коня и смотришь Не нужно ходить за ним Не нужно ходить за ним Выходи, Буян Теперь конь Буян пасется с другой стороны горы, ближе к центру села Может тут и не так тихо, как на старом месте, зато вид отсюда открывается На главную достопримечательность Бабчева Очень здорово, вот вам церковь новую достраивают К слову, строительство храма не смогла остановить даже стихия Возле церкви я впервые повстречаю представителя районной власти Заливать бетон и таскать камни разнорабочим помогает Иван Иванчук Обычно он в пиджаке и сорочке заседает в районном совете Но сегодня депутат потеет вместе со всеми На этой благословленной священниками стройплощадки он прораб Строительство почти завершено, если Бог позволит, в следующем году будем открывать Мужчина собрал средства и даже нашел добровольцев, чтобы возводить огромный храм по самым современным технологиям Работа кипит, она против стройки, разрушенные мосты, размытые улицы и неукрепленные берега реки Значит, при следующем потопе вся надежда снова на милость Бога Хотя, казалось бы, эти мирские проблемы вполне в компетенции депутата Видите, я должен на работе быть, но приходится тут процессом управлять Меня удивляет, что вы церковь строите, а дороги нет, люди отрезаны Ну, мало времени прошло, давайте вы приедете, мы вас приглашаем, буквально через полтора месяца Мы не стали ждать полтора месяца и отправились к руководству района, чтобы поинтересоваться Почему со дня потопа, а уже шла вторая неделя, в село Бабче так и не доехал ни один экскаватор А председатель не может выпросить даже канистры солярки Визиты к чиновникам я бы назвал как голливудский детектив Поймай меня, если сможешь В приемной главы района секретарь, ее роль классическая, шеф на выезде Главы совета нет на месте А где он? Он мне не сообщал, где он А заместитель главы района Игорь Романович спешит нам сообщить, что мы вообще-то не по адресу Лучше в госадминистрацию обращаться, предлагаю обратиться на второй этаж Добрый день Глава в отпуске Неделя, две? Больше Больше двух недель? Угу Устранять последствия урагана тут обязали начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Нам настоятельно рекомендовали ему не мешать, но мы не смогли не заглянуть к Василию Михайловичу Василий Михайлович, у Вас нет времени поговорить? Нет Почему нет? Чиновник хоть и не ожидал визита журналистов, однако не растерялся и взялся убеждать, что все необходимое он сделал Подсчитал ущерб от паводка, оформил документы и передал выше В пятницу мы ориентально прикинули В пятницу мы прикинули все поврежденные объекты инфраструктуры и передали на область Мы надали до области Чиновничий футбол приводит нас в областной центр Ивана-Франковск Может быть в здешних кабинетах нам смогут сказать, когда пострадавшим от наводнения селом ждать помощи Нам везет и мы в первые же минуты встречаем главу областной администрации Ё-моё, добрый день! Вы ко мне? Ну да Заходите Олег Гончарук признается, стихийное бедствие в Карпатах правда как-то ушло на второй план из-за смены власти и подготовки к парламентским выборам Мы сейчас оказались, скажем так, в политическом цепноте, я бы так сказал, потому что дали старт предвыборной кампании Да и сумма ущерба по предварительным подсчетам огромная, минимум 15 миллионов долларов Глава ждет денег из Киева А пока обещает нам, что в село Бабче чиновники все-таки доедут Вот человек, я ему даю поручение, Владимир Миронович Все, что журналисты пожелают, начиная с моего кабинета и заканчивая любой точкой области Может град, а может снег или дождь, какой будет погода в горах, даже летом предсказать непросто Чтобы нам объяснить, как этот горный рай может вмиг превратиться в ад, председатель везет нас на вершину, с которой все село Бабче видно как на ладони И хотя внизу сейчас светит солнце, тут вверху моросит небольшой дождь В горных районах погода специфическая Вот мы видим солнце на горе, вот там мог пойти ливень, а тут люди могут и не понять, откуда вода взялась Видите, как уже потемнело там Взялась вода до лишнего конца, бачите, как потемнело там Неподалеку находится дом Игоря Васильевича, можно сказать, ему повезло На этой вершине его никогда не затопит река, хотя она совсем рядом, и сейчас мы ее увидим Мы, наверное, пойдем сюда, я был пару раз там Река берет начало в этом лесу, где бьют три источника Невероятно, но именно этот еле заметный ручеек и есть той рекой, которая уже через 4 километра смывала все на своем пути В конце длинного рабочего дня карпатская погода показала свой характер Дождь перерос в грозу Наблюдая за ней из окна, я боялся представить, каким могу завтра увидеть село Бабчи На подъезде к селу вода в горных реках заметно поднялась Мутные потоки снова несут мусор Возле дома Бабы Ани он сбился в кучу, из-за которой поток воды поворачивает на фундамент и подмывает его В этот дождливый день мы спешим к семьям, которые больше всего пострадали от последнего наводнения Марии с дочерью Настей дома не застаем Сосед дядя Коля говорит, они ушли, как только начался ливень Вода начала прибывать, и они убежали, боятся люди А она же еще и с малым ребенком На другом конце улицы, на дом семьи Максимлюков, снова пополз склон Кажется, отселение – это уже дело времени А что ждать тут? Чего ждать тут? Что дальше будет? Хорошо, если на этом остановится, но нет, дальше склон срывает Но дальше срывает берег, и срывает Все спим в этом доме Просто страшно От того, что вы снимаете, вам легче будет? Чиновники из района и области, хоть и недовольны погодой, ко всеобщему удивлению все-таки доехали добавчиво Утопая в грязи и цепляясь за заборы, прогуливаются по разрушенной улице Выдают вердикт – на восстановление села уйдут месяцы Дайте немного времени дождаться нормальных условий для работы И будем работать Конечно же, нужно работать Тут, если начать, поверьте, на все лето хватит работы В одном только селе На вопрос, ждать ли семье Максимлюков от селения тоже целое лето, ответа так и не прозвучало Могут быть заживо погребены Разозленные местные жители, о которых чиновники вспомнили только после нашего визита Стягиваются к разрушенной улице Гостей из области обступают баба Дуня и ее соседка Анна Петровна Большое начальство, кажется, уже разозлило даже местного председателя Вот вы скажите, чего две недели сюда никто не ехал? Если бы к нам беда не пришла, мы сюда к вам не пришли бы Бросили село, десять дней только я своими силами и работаю Все, все, даже солярки не дали Уже сегодня говорят, что дадут топливо Ну что тут скажешь? И что сделаешь? Высокие гости снова обещают и солярку, и даже технику Глава села требуют конкретики Откуда приедут тракторы? Игорь, ну включаемся Хорошо, давайте по порядку все варианты Вы решаетесь компрессорной Если нет, тогда лесхоз Третий вариант, ищем частников Мы два варианта имеем, но я всегда говорю, что нужно иметь еще третий вариант Они походили по улицам, посочувствовали Пообещали вскоре прислать помощь и поехали домой А жители деревни Бабчи снова остались ждать То ли спасительной техники, то ли разочарования И попал Поболакали, сели, да и заплакали Когда я уезжал из этого села, даже не мог представить, что события здесь станут развиваться настолько быстро Уже через день из областного бюджета для Бабчева выделят 2 миллиона гривен И столько же пообещают прислать из Киева Но деньги по пути где-то зависнут А из райцентра пришлют только 200 литров солярки На момент выхода программы в эфир Улицы деревни так и останутся разрушенными О защите карпатских сел от паводков чиновники как-то сразу забудут Даже не начав предметного разговора А местные жители, как и раньше, будут рассчитывать только на себя Кажется, паводки уже стали привычной частью их жизни И уезжать из опасной долины реки никто не захочет Ведь это дом Субтитры создавал DimaTorzok